Раз в год, 10 марта, в день архивов, Люберецкое архиво-хранилище открывает двери для посетителей. Какие важные исторические документы хранятся на стеллажах и чем сегодня живет архив, расскажет Богдан Колесников. Живое хранилище истории – Люберецкий архив. Здесь представлены подлинные документы, отражающие историю края. Знаменательные события, памятные даты и имена, которые золотыми буквами вписаны в историю города. У нас имеется в архиве книга метрическая за 1905 год. Здесь имеется подлинная запись о расстреле революционеров 17 декабря 1905 года. В 1923 году в память о соратниках машиниста-революционера Ухтомского, Смирнове, Киселеве и Волкове, их имена присвоили улицам в Люберцах. Об этом свидетельствует книга протоколов Михельсоновского постсовета Ухтомской волости. Из архивных материалов известно, что улица 8 марта три раза меняла название. Была Подосиновской, Троцкого и Сталина. Особое место на выставке – истории административно-территориального деления региона. Указом Президиума Верховного софета РСФСР Ухтомский район был переименован в Люберецкий 3 июня 1959 года. Отражена на выставке и современная история. Вот документы 1998 года об утверждении герба и флага Люберецкого района. Я не первый раз посещаю такие выставки, но эта выставка уникальная. Она подготовлена к 400-летию Люберец. И представлены очень уникальные, интересные документы. Люберцы считаются родиной вертолётостроения. Здесь работали Камов, Миль. Также учился Юрий Алексеевич Гагарин. Очень интересная информация представлена по этим сведениям на этой выставке. Мне было очень интересно это всё рассмотреть. В целях сохранения исторического наследия государственных архивов многие документы оцифрованы и переведены в электронную базу. Цифровизация, конечно же, нужна. Она помогает сохранить документы. Но настоящие и подлинные документы отражают не только всю красоту того времени, они и нас погружают в это время. Всегда же было достоинством книги текст увидеть глазами и потрогать эту книгу руками. Больше воспринять, чем в электронном виде. В Люберецком архиве хранятся более 54 тысяч документов. Самые ранние датированы 1863 годом. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.